Политическое самоубийство Потому что в нашей стране вопрос Крыма очень важный. Потеря Крыма это конец любого режима, который его принят. Без Крыма вообще эта страна может появиться на свет в роли Веймарской республики. То есть имея синдром поражения, имея синдром реванша, абсолютно справедливого реванша. Потому что эта территория безусловно русская. Неважно какие советские чувырлы рисовали эти карты. Поэтому то, что команда Навального совсем недавно заявила, мы безусловно должны признать границы 91 года общепризнанные. Это границы правильные, значит мы должны отдать все, что там находилось. Давайте вспомним, что эти границы с самого начала были незаконно поделены большевиками, а затем незаконно большевистскими же руководителями добровольно расчерчены. Между опять же советскими рептилоидами, между советскими номенклатурщиками, между советскими портократами, между советскими чудовищами делили русские земли. И не советским чудовищам сейчас определять будущее и тем более не раздавать с барского плеча территории, которые точно не были присоединены кровью. Я против того, чтобы мы вели войну за то, чтобы присоединять новые территории, но то, что мы приобрели без крови, это мы должны оставить. Тем более это очень важный символ. Россия не должна почувствовать этого чудовищного, отрезвляющего для некоторых и очень страшных людей удара, который мог бы дать почву для радикальных правых и даже радикальных левых взять власть в нашей стране. Потому что, подчеркну, именно на фоне национального унижения возможны самые жестокие политические последствия для нашей страны. Потеря этого станет концом либералов, поэтому я и называю их политическими суицидниками. Это будет полным признанием поражения и, следовательно, концом их политической биографии. Потому что народ будет обвинять их, а не Путина, в том, что он проиграл войну. Они, придя, не знаю, к власти после или во время Путина, они будут отвечать за проигрыш этой важной территории. И на них полетят палки. И они берут на себя ответственность за это. Это суицид называется. Они не продержатся и нескольких суток после своего решения. Нет, чтобы дать Путину просрать, они решили просрать сами. Ну что ж, я поздравляю вас. Ачевмент анлокт. Вы убиты еще до начала боевых действий. Надо постараться, чтобы это сделать. Есть в коне Боджеке персонаж Крэкер Джек. Его убили на войне сразу, как только он вступил в боевые действия. Прострели пулей голову. Вот примерно так же либералы решили поступить на своей войне за власть. Мне казалось, война за власть, когда ты соблазняешь народ привлекательной картиной будущего. Говоришь, успокаивая потенциальных избирателей в том, что ты сохранишь порядок, каким он должен был бы быть. Гарантируешь неприкосновенность русских людей, которых точно начнут притеснять на этих территориях. Русских людей, которые точно не спрашивают, за кого они и под кем они. Русских людей, кого поделили большевистские уроды в тот момент, когда они заключали преступные соглашения, расчеркивая карты, делясь друг с другом, но только не с собой этими решениями. И все от начала и до конца большевистское, все советское, включая советские границы, которые признают сегодня весь мир, они называют случайными. Меня очень порадовала фраза, которую они употребили. Это глупо придираться к границам, потому что, если строк говорить, все границы всех стран случайны. Да блять, как историк, я читаю это и прям улыбаюсь. Понимаете, говорит нам Сой Джак, филадельфийский или тифлистский либерал. Понимаете, все границы всех стран случайны. И все против всех не очень-то любят. Но че, мы должны признавать, да конечно, сто лет войны за одну реку велись. За парочку сантиметров Нормандии французские франкские короли воевали десятилетиями. За мелкий Эльзас две мировые войны. Из-за Балкан четыре вооруженных конфликта в Европе. Понимаете, это такие случайные границы. Случайные границы это в Африке, колониальных странах. Потому что европейцы приходили на пустое место и строили там цивилизацию. А границы в Европе не случайны. Порой каждый кустик, каждая травинка, каждый камень, каждая засечная черта, каждая гора, каждая назнизменность, каждая равнина, Каждый холм, каждая река тем более имеет глубочайшую историю изменений. Глубочайшую и коренную. И я стою на позиции того, что нельзя отдавать советским мразям право определять, какие границы устанавливать для России. Россия должна вымолить и выторговать у себя самые лучшие условия для этого мира. Да, она должна выйти из этой войны, выйти как можно скорее, но не униженной, не оскорбленной, не приниженной и без торжества украинцев на их лицах. Без торжества и гогота тех людей, которые начнут убивать русских на территориях, куда они придут. Я предвещаю новый Красный Крым, если вдруг мы сдадим этот Крым нашим местным украиноидам. Соте этих людей можно ожидать самого чудовищного и подлого, самого мерзкого и беспощадного. Надо спасти русских людей от этого унижения, от позора и от геноцида, который совершенно четко последует от украинского руководства на территориях, которые оставим. Замечательно последует. Без всяких осуждений западного правительства. Это должен понимать любой, сколько-нибудь знающий свою страну человек, знающий Украину человек, ненаивный политик и человек-пацифист, который хочет мира. Я не хочу, чтобы после окончания войны закончилось это все началом новой войны с русскими на территории Украины. Я не желаю русским участи беженцев в собственных землях. Не желаю, чтобы проливающие кровь за свою землю русские бежали без оглядки в Тегеран, в Ашхабад, в Тбилиси, в Ригу, в Тель-Авив, в Армату. Не бежали бы они, а знали бы, что русское государство за них впряжется. Ведь если русская власть возьмет в себя ответственность за подписание этого мира, как она в глаза этим русским будет смотреть, сказав им, мы сдаем Крым, мы должны спасти как можно больше русской жизни. И позволить всем русским, которые останутся на границах, утверденных международным правом, пусть будет проведен референдум, пусть будут проведены, не знаю, демаркационные линии, пусть будут войска ООН введены, но защитить русских от украинствующих фанатиков. Меня не волнует, что будет с Украиной, честно сказать. Но меня очень беспокоит судьба нашей страны, тоже страдающей от этого конфликта. И поэтому меня очень зацепила риторика, честно скажу, очень зацепила, без обид, зацепила риторика, которую делает сейчас команда Навального. Она говорит, давайте посмотрим на жертвы среди украинцев, жертвы среди украинцев. Русские не страдают в этой войне. Русские по дефолту, значит, неправильные такие. Русское мясо можно забыть и забивать его, можно отправлять на фронт. Для них чудовищ, это нормально. И нормально предавать и продавать русских, которым когда-то посулили членство в единой прекрасной России, которые когда-то были частью страны, которая обещала быть национальной, но она не была бы тогда Российской Федерацией, если бы не предала их снова, а потом снова, а потом снова. Это бы страна не была Российской Федерацией, сказав и показав им кукиш, когда речь зашла о реальной независимости и поставила их под бомбы, чтобы они неслись туда. Чем эти либералы отличаются от Путина, который 8 лет под бомбами морил русских людей в Донбассе голодом и холодом, как и сейчас, только в гораздо большем смысле, морить всех русских на всех территориях боевых действий и на территориях, до которых они еще не докатились, на территорию Украины. Вот это самое низкое и подлое сходство, самое чудовищное лицемерие, причем, что самое важное, непрозорливое большевистское лицемерие. Ведь большевики никогда не говорили, что они закончат войну на таком позорном мире. Большевики, если вы отлично помните историю, не говорили населению о том, что они намерены сделать с Германией и о чем договориться с третьими странами по пути изменения территории Российской империи. Не говорили, не собирались говорить. Они поставили народ перед фактом. И да, началась гражданская война, после этого в значительной степени свалившая единую коммунистическую страну. Была кровопролитная битва, в ходе нее погибли миллионы людей, большевики удержались у власти, но то были большевики-хитрецы. Они не говорили о своих планах предательства. Заранее же подписать себе смертный приговор, заранее опубликовать свои планы предательства, это, знаете, даже Владимир Ильич хохочет. Мне непонятно, почему сравнивают это послание с Ильичевскими тезисами. Ничего там большевистского нет. Если вы намерены обломать русских и послать их в мясорубку, имеете хотя бы хитрость не говорить об этом. Но нет, я думал, они будут гораздо умнее. Они показали феноменальную тупость, сказав об этом прямо, чисто, открыто. Мне интересно, какое политическое будущее такие троглодиты рассчитывают. Да, Кремль на самом деле ужаснее некуда. И я откровенно не люблю режим Путина, чего уж скрывать. Наши мурлоки, наши любимые советские троглодиты, диплодоки, наши лунтики, наши волшебные лакцы с другой галактики. Это херовая такая ситуация. Но лунтики, прилетевшие в соседний Нибиру, лунтики, которые собираются все сдать, только бы не было всего этого. Да, русских тоже в том числе подставить ими заплатить, ими залатать ущерб дыры. И, что важно, платить и каяться. Но там есть смягчающая нотка в этом послании. Если вы читали, да, мы будем платить и каяться, конечно, мы будем все воплотить Украине должны. Но это не так страшно, потому что, когда мы откроем рынки, экономика будет расти. Экономика будет находиться в самом жестоком кризисе послевоенном. Города не растут, население не воспроизводится, западные страны с удовольствием воспользуют такой ситуацией. Вы что думаете, западные страны охочи до того, чтобы Россия не истекла кровью, а не охочи, чтобы Россия развивалась? Да хрена с лысого два. Каждая страна думает о себе. И мы тоже должны думать о себе и о своих интересах. Я не говорю, что Запад хочет нас развалить, но он точно не хочет нам добра. Никто не хочет друг другу добра. Учить историю и мир по книжкам, где есть извечные друзья и извечные враги, это профанация, это глупости, бицелизм, которые демонстрируют как Путин, так и западные наши либералы. Что те, что эти феноменальны, непрошибаемо тупы. Надо использовать Запад в своих интересах. Да, Запад не хочет развала России, поверьте, не хочет. Он также равно не хочет и нашего подъема. Выторговать надо у Запада наилучшие условия для русских людей, для русской нации. Не предать ее в решающий час. Воздвигнуть гордо и переучредить знамя исторической России. И восстановить ее престиж перед странами мира. Вот что должна была бы сказать настоящая оппозиция. Восстановить престиж России в мире. Отмежеваться от советского чудовища. Сделать страну, которая отвечает за своих граждан. Предоставить всем русским проживающим на территории Украины, независимо от театра боевых действий. Бесплатную возможность проезда в Россию. Безвизовый полный режим. И утверждение гражданства по упрощенной процедуре, чтобы избежать в первые дни, как я полагаю, в первые часы даже после подписания такого соглашения, любых притеснений. Граница должна быть полностью открыта. Все русские должны вернуться в историческую землю обетованную. Русские, которые подвергнутся неизменным мукам в новой украинской державе. Пусть мы не сможем вытащить всех. Но мы спасем тех, кто останется. Мы спасем большинство из тех, кто появится сейчас на горизонте как новые жертвы. Но сказать оставайтесь там в этом аду. Мы за вас никого ручательства не положим. Это все равно, что учредить Советский Союз 3.0. Именно эти либералы команды Навального хотят вам Советский Союз 3.0 утвердить. Без русских. За счет русских. И опять же на горбу русских.